Узбекистан Взрослые и дети, медики, педагоги, все работники госслужб, они все подпадают под это определение принудительный труд, потому что все они выводятся под угрозой. Либо увольнение, либо невыплаты какой-то премии, все выводятся под угрозой и все, конечно, не согласны с этим. И это все здесь у нас в массовом порядке, оно уже входит в систему, все возмущены. На протяжении двух последних лет в Узбекистане практика массового вывоза детей на хлопковые поля практически сведена к нулю. Их в большинстве своем заменили работники бюджетных организаций. Однако буквально в последние дни хлопковой кампании власти все-таки нарушили международные обязательства. В Кашкадаринской области большинство учащихся местных школ практически в полном составе оторвали от учебы, что было зафиксировано местными правозащитниками. В этом году, во время хлопковой кампании, меня вообще, ну меня и не только меня, всех наших правозащитников Альянса возмущает тот факт, что в Кашкадаринской области, несмотря на постановление Шавката Мерзияева, законы о детях, запрещение детского труда, там все-таки тайно выводят детей на полях. И с 22 сентября, как мне сообщили активисты Кашкадаринской области, ученики с 5 по 9 классы собирают хлопок вместо учебы вместе с педагогами. Еще одним из свидетелей нынешней хлопковой кампании стал ангренский правозащитник и журналист Дмитрий Тихонов, который 5 октября был задержан сотрудниками милиции во время одного из своих посещений хлопкоробов в Букинском районе Ташкентской области. После четырех часов унизительного обыска в районном управлении внутренних дел Тихонов был отпущен на свободу. По его словам, он стал свидетелем в том числе труда 17-летних подростков, отбывающих повинность за своих престарелых родителей, которых власти также обязали собирать хлопок. Что такое хлопок, хлопковая кампания? Это большой обман населения, общество, которое привыкло к обману и лицемерию. Этим обществом очень легко управлять, что, собственно, мы и имеем возможность наблюдать у нас в стране. Я думаю, что, как мне вообще представляется, да и как я вижу из своей правозащитной практики, подавляющее большинство хлопкоробов даже не понимают, что хлопковая кампания – это нарушение их прав. Они оценивают это как несправедливость, но не формулируют как нарушение прав. И, как я думаю, люди поймут, начнут уважать свои права только тогда, когда правительство разрешит им уважать свои права. И никак не раньше. В текущем году хлопкоробы сдали государству около 3,5 миллионов тонн хлопка. В рамках прошедшей в октябре 10-й международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки были заключены контракты на сумму более 1 миллиарда долларов США на поставку текстильной продукции. Вопреки отказу от узбекского хлопка целого ряда ведущих мировых производителей текстильной продукции, Узбекистан продолжает занимать пятое место по экспорту хлопка, активно используя арабский труд своих граждан. Субтитры создавал DimaTorzok